Привет, народ. Привет, YouTube. Графира Абрамовна на утренней погрузке. Но если что-то не спалось, вы знаете, мне подумалось. Почему на просторах русскоязычного ютуба самыми популярными профессиями, о которых рассказывают воберы, скажем, Марина Нова, в городе Ялта, не знаю, Фолькона рассказывала или нет, не помню, Кристинка Никодимус. Самая популярная профессия – юрист. Все, когда жили за территорией США, были юристами. Еще одна профессия, о которой мечтают многие, в том числе Марина Нова и Ольга Брэндон и Брукман – психолог. Ну, психолог у нас еще дочка Фольда Ялты. Там вообще отдельная история. Там история с феями, которые нафиячит вам счастье. Это требует отдельного разговора. А я хочу поболтать с вами на тему «А легко ли быть психологом?» В России психологическое образование получают от 4 до 7 лет, в зависимости от тех целей, которые вы себе ставите. И я хочу вам сказать, что это постоянное самообразование. Помимо того, что вы изучаете разнообразные виды психологии, которые очень много – общая психология, клиническая, возрастная, психология стрессовых состояний, куда входит клиническая, в общем-то. психология – психология педагогическая, профессиональная психология. Так там в первую очередь изучается история психологии. Помимо культурологии и философии, история психологии, которая насчитывает довольно-таки большое количество тысячелетий уже, не то что лет. Удивительно, что эти люди, которые хотят стать психологами, они немного не понимают, какой огромный объем и пласт информации им придется переработать. Очень часто думается, что я прочитаю 2-3 книжонки популярные, из популярной психологии – это тоже такое направление, но псевдонаучное. И если мне нравится болтать с подругами или болтать с камерой на ютубе, если я разрешила несколько конфликтных ситуаций среди знакомых друзей, то значит, я психолог. Глубоко ошибочное мнение. В течение 5 лет, когда происходит обучение, или 4-х лет минимально на бакалавриат, обучение на психолога, приходится перерабатывать разные техники, изучать подходы и приемы. И в конце концов, для того, чтобы стать успешным клиентоориентированным специалистом, я подчеркиваю это, потому что профессия психолога, она ориентирована именно на потребности клиента. Надо подобрать те техники или одну методику, в которой придется работать. Либо это психоанализ по Фрейду и неофрейдизму, либо это изучение личности по Карлу Роджерсу, скажем. Либо это диагностика основных нарушений психологических процессов. или это возрастная психология, где применяются методики по возрастной адаптации по окружающим условиям. Прежде всего, надо изучить очень много тот массив литературы, который есть по психологии вообще. Как западную, так и российскую. Потому что в нашей стране психология в 60-х годах стала очень мощно развиваться. И у нас скорее, знаете, такая клиническая психология больше, связана с психотерапией. А то, что вам показывают в фильмах, например, в том же сериале «Клана Сопрано», сериал «Клан Сопрано» в сериале, там показано, что главный герой приходит к психологу и ложится на диванчик. Психолог помогает ему разрешать проблемы. Так смотря в какой технике. Есть, например, очень агрессивные техники формирования личности «Я» посредством криков, выведения из себя, формирования агрессии здоровой, если правильный мастер. Есть, наоборот, методики, помогающие пройти переживания. Масса, масса техник, технологий и методов, которые надо изучить и найти свое. Вот то, что предлагает себе Марина Нова – посидеть, поразмышлять, подумать вместе с этим человеком, послушать его. Далеко не так просто, как кажется. Во-первых, надо принять другого человека, принять и понять его позицию, обладать очень высоким уровнем эмпатии, без сарказма, иронии, перейти на его сторону и потом при помощи определенных методов помочь решить эту проблему. Просто поболтать мы можем все на кухне с любимыми подругами, которые приходят к вам в гости. Вы за чашкой чая или чего-нибудь там сидите и друг другу жалуетесь. Не каждый человек, учтите, способен открыться другому. Не каждый. И не каждый психолог способен понять другого. Ведь задача не просто протестировать и сказать, вот делайте вот это, делайте вот то, а перекроить некоторым образом мышление и представление о мире и себя в этом мире. А уж какими методиками это будет достигнуто, это уже мастерство психолога. Наверняка самыми сложными является это лечение почти пограничных расстройств, там именно лечение происходит без назначения препаратов, а при помощи выведения из кризиса личностного роста, помощь самодентификации, самоопределения, формирование позитивного отношения к миру, разрешение конфликтов. А сейчас, знаете, как модно прям среди многих почитать какие-то книги, найти причины твоих неудач почему-то в детстве, так называемые психотравматические, травмирующие ситуации, психотравмы. И при этом еще обвинять родителей, что они когда-то создали вот такую ситуацию, теперь это нанесло психотравму, и человек живет со всем этим и имеет проблемы. Прям очень модно стало. Понятно, что мы все родом из детства. Еще один вопрос, что в психологи классические не пойдет тот человек, у которого все нормально с психикой. Психологи идут учиться те изначально, кто пытается найти себя. Посмотрите на Марину Нову. При массе разных вариантов образования, в том числе американского, что очень ценно, человек до сих пор не может найти себя. И говорит, я работаю водителем пока. Если получил образование на графического дизайнера, то попробуй себя там, попробуй проявить себя как специалист. Создай портфолио. Да, это все пока бесплатно. И попробуй себя в этой отрасли. То есть можно получать бесконечное количество образования. Видов образования, не так специально. можно попробовать себя и как парикмахер, и как слесаро-сантехник, и как юрист, экономист. И я понимаю, почему популярны вот эти профессии. Потому что я помню расцвет частного образования, когда можно было открыть вуз и, извините за грубое выражение, стричь бабло безопасно, начитывая людям лекции. Даже в дистанционном тогда уже формате. Тогда уже был дистанционный формат. И это достаточно было популярно, потому что это было не очень дорого. И получали профессии такие, как социальный заработник, социальный педагог, бухгалтер, юрист, экономист. Мало кто шел в педагогику, как туковую. Зачастую людям нужно было просто получить корки. Ну а какие корки можно получить? Самые простые. А пойду к психологам. И очень многие, кто закончил психологический скульптет, не работают по специальности. Потому что они закончили когда-то, что-то им там тоже могло не понравиться. Еще раз повторяю, учиться на эту профессию сложно. Это внутренний мир эмпатии, сочувствия, проникновение в другого, встать на позицию другой личности, понять ее, вычленить проблемы и решить их. Легко ли это? Нет. И вот Ольга Брэндону Брукман, она тут придумала себе развлечение, что тоже вот она психолог, потому что там трех подружкам помогла и четырех подружек послушала. Помогли ли это профессионально? Нет, конечно. Эта помощь была дилетантская. Помощь на уровне арт-терапии. Давай потанцуем и решим. Или давай расскажи, что у тебя там. Ну, рассказывай. Так что кто, если собирается пойти получить второе высшее образование психологическое? Или кто-то у вас из детей соберется? Вы себя и других предупреждайте, что это не так просто, как кажется. На самом деле это работа мозга, ума, дыши. Каждый год появляются все новые, новые техники. Каждый год появляются новые технологии помощи. Абсолютно новые отрасли формируются. Например, никто бы не мог подумать в 70-е годы, что появится медицинская психология. Это помощь людям, переживающим хронические болезни синдромы. и онкозаболеваний. Или кризисные психологи, которые помогают после случившегося горя, катастроф, где люди теряют самых дорогих и близких. Включая моду некоторую, знаете, на самоубийство, суицидальные попытки. У нее и выпились из этого мира. Если б было так все просто. Тот, кто хочет выпилиться, он об этом не говорит. И у нас теперь модно еще одно слово депрессия. Когда якобы надо пойти к психиатру, он тебе выпишет специальные пилюли, которых ты ощутишь полноту жизни. Да, есть, конечно, депрессивные проявления, состояния близких депрессивных, но зачастую никакая помощь. Кроме самой себя, самим себе, ее не существует. Не факт, что таблетка послужит полноцей. Зачастую это просто плацебо. Чувствует, знаете, ничего не горит. У меня истерия. Хотя в 19 веке, когда только доктор Зигминд Кройд начал свою работу с клиентами, описывая разные состояния и практики, один из подходов у него был еще мистерий. Тогда это считалось мистерным заболеванием. На основании того, что я вам сказала, еще раз прошу всех задуматься, кто хочет стать психологом, кто хочет вступить на довольно-таки скользкий путь, потому что для психологии надо иметь свою собственную, зрелую личность. Личность без проблем. Личность, которая будет воспринимать себя в этом мире. Те, кто хочет стать психологом, лучше найти просто психолога и пройти курс. Своебразного увеличения пройти курсы психолога. Я помню, когда со мной случилась неприятная штука, по спиной, когда ушел там Сонин отец, мой муж первый из семьи. Но тогда очень хорошо помогла девочке. Девочка прям психолог, в которую я с вами ходила. Я отправила ребенка в центр семьи для того, чтобы она там занималась. Именно с точки зрения психологии. Есть такие случаи, когда помогают. Психология нужна, когда у вас есть зависимость. Какая-либо. Психология нужна тем, кто ощущает себя ненужным в этом мире, не понимает. Особенно нужна психология и психология тем, кто воспитывает детей с уходами на стену. Или кто ухаживает за пожилыми родителями. Примером тому служат прекрасные терапии. Результаты прекрасной терапии. Может быть, кто-то смотрел мир особенного симки. Мальчик, к сожалению, скончался. И Наташа, мама, рассказывала, как она ходила к психологу, и как психолог. Психолог ей помогала переживать проблемы. Вот это действительно пример. Пример правильной, грамотной работы психолога. Человек не сошел с ума после всех этих переживаний, когда он всегда был на позитивной волне. Старался оказывать другим свой настрой позитивный. Так что не так все это легко и просто. Психолог – это не технолог на производстве. И это не графический дизайн. Это сложное. Клиенты, еще раз повторяю, ориентированная профессия, в которой нужно много что знать. На этой ноте разрешите отклониться. Пошли мы дальше бродить по лесам по полям. У нас вот такая несколько мряка. Но по природу нет плохой погоды. Всем пока.